Друг, привет! Аня на связи, прям по горячим следам, выхожу к тебе в прямой эфир, ну в запись как минимум, для того, чтобы рассказать, что вышла демка новая 2023 года. Давай очень важную вещь проговорю в самом начале. Друг, это проект, проект демо-версии. Вообще, этот проект чаще утверждается, ничего потом не меняется. Вот то, что сейчас нам показали, скорее всего, будет утверждено, но будет утверждено в октябре только. То есть, по факту, даже то, что мы сейчас видим, еще пока что не окончательный вариант, и, возможно, не знаю, они откатят все изменения, которые они внесли. Изменений немного, я сейчас про них поговорю. Ну, в общем, давай приступать. Да, что очень важно, по тому, что нам показали, сегодня нам надо будет готовиться, нам надо будет понимать, а что же нас ждет, да, поэтому очень важно, конечно же, за демкой следить, что в ней происходит. По тому, что я посмотрела, я просмотрела весь демо-вариант, я просмотрела кодификатор, спецификацию. Кодификатор, спецификация не поменялись, это означает, что все, прекрасно, как минимум, например, что для нас это означает? Что нам не надо начинать готовиться вдруг ни с того, ни с сего, там, к рациональным неравенствам, да, которые не проходят по кодификатору. Не добавили задания на какие-нибудь, я не знаю, там, эти комплексные числа, например, да, ничего такого нету, поэтому, да, все, в общем, набор тем, все тот же самый, математика не меняется, слава богу, меняется только ЕГЭ. И что же поменялось вдруг? В первой части просто переставили местами задачи. Я не знаю почему, я не знаю, зачем они это сделали, причем, если посмотреть, смотри, теперь номер один на геометрию, на планиметрию, номер два на стереометрию. Хотя, ну, там, по даже статистике прошлых лет, которые есть, вообще геометрия не очень хорошо решается, особенно вот эта вот стереометрия номер пять, это он был в прошлом году, в позапрошлом он был номером восемь, по-моему. И я не знаю, зачем они это сделали, чаще всего первые, да, номер, он попроще, с ним проще справляются, там, больше процент решаемости, но что-то нет. Вот, окей. Я так понимаю, что они разбили это по темам, потому что, смотри, первые два номера на геометрию, больше в первой части геомы нету, дальше третий, четвертый они сделали под теорию вероятностей, хотя, как бы, тоже опять, это очень простая задача, вот третья теперь, да, которая раньше была номером два, а четвертая сложная, причем я думаю, что вот, ну, у меня есть предположение, что это будет хуже всего решаемая задача в двадцать втором году. Что, не вышли методические материалы, в которых, как раз-таки, статистика приводится, мы, кстати, тоже ждем прямо вот со дня на день эту информацию, но кажется, что ее решили очень плохо, ее ставят четвертым номером, ну, опять, да, видимо, объединяя их по теме. Ладно, номер пять пошел от различных вычислений, шестое тоже различные вычисления, то есть преобразования, только здесь в виде уравнения, здесь в виде преобразования каких-то выражений математических, да, седьмой номер на производную, и вот тогда, если они объединяют их по темам, то почему восьмым номером не стало тоже производным, потому что одиннадцатый номер как раз на производную, но они ставят почему-то восьмой номер на вычисления по формулам, да, девятый номер на эту самую задачу текстовую, десятый номер, график. Че-то, я не знаю, зачем это все переставили, единственный, по-моему, номер, который сохранился, это у одиннадцатого номера, как она была, последняя задача, хуже всего, практически каждый год хуже всего она решается, так и она осталась в самом конце. Все остальное перемешали, переделали, зачем, ну, кстати говоря, пятый номер, который был до этого первым, до этого он был пятым, он встал на свое место, и седьмой номер на свое место встал, ну, блин, окей, ладно, хорошо. Вторая часть, друг, вообще вся та же самая, критерии все те же самые, я тебе даже больше скажу, если ты когда-нибудь разбирал вообще в целом демо-версию прошлых лет, то задачи те же самые, те же самые. Двенадцатая та же самая, семнадцатая уже какой год та же самая, я уже, не знаю, я девять лет преподаю, мне кажется, все девять лет я разбираю один и тот же демо-вариант. Короче, да, ничего тут особо не поменялось, 14 надо глянуть, то ли поменялось, то ли нет, ну, кстати, довольно сложное неравенство здесь показано. Конечно, учитывая последние года, оно будет сильно проще на экзамене. Вот, ну, в общем, да, может быть, 18, кстати, новую подкинули, единственный вот у меня есть вариант. Но, о, вот знаешь, на что, кстати, единственное, чтобы я обратила бы внимание, только сейчас вот я это заметила, пока записывала. Слушай, друг, в пятнадцатом номере убрали задачу на оптимизацию, потому что в прошлом году было несколько вариантов пятнадцатого номера, и там была, по-моему, точно такая же. И плюс еще задача на оптимизацию, в этом году ее нету. Ну, кажется, что это верный признак того, что, да все, ну, не будет оптимизации, уже сколько лет ее нету, и они уже и в демо-вариат не стали ее добавлять. Видимо, все, можно расслабиться и к оптимизации посмотреть ее, может быть, разочек, но в целом можно к ней не готовиться. Вот, все остальное осталось тем же самым, да, я уже сказала, и критерии остались те же самые, хорошие критерии с этого года, они очень, ну, с прошлого года, получается, они очень даже такие честные, я бы сказала бы, поэтому все четко. Вот, а что нам остается с тобой теперь делать? Ну, собственно, готовиться, ничего не изменилось, можно смело пересматривать все мои вебинары прошлого года, да даже позапрошлого можно, самое главное, там, не путаться в нумерациях, да. Будем привыкать к новым номерам очередной раз, будем опять сначала путаться, потом уже привыкнем, я надеюсь. Вот, задачи все те же самые, я так понимаю, банк, фипи, они уже обновлять не будут, все будет тем же самым. Поэтому, да, в общем, друг, если ты сейчас ищешь подготовку, в конце тебе что, последнее, наверное, скажу, если ты сейчас ищешь подготовку, хочешь на год себе найти какое-то такое преподавателя, который подготовит тебя на высокие баллы, на 90+, то ты можешь записаться ко мне на годовой курс, у меня по-прежнему сейчас идет набор. Понятное дело, что для меня все эти, как бы, изменения ничего не поменяют, мы как готовились на классные баллы, так и продолжим готовиться. Я оставлю ссылку в описании, чтобы ты мог нажать, записаться, и будем с тобой классно заниматься, будем с тобой, блин, классный балл получать, потому что с хорошим преподавателем можно больших высот достигнуть. Вот, это доказано уже многими годами моей подготовки. Все, друг, обняла тебя, преподняла, напиши обязательно в комментариях, что ты думаешь по поводу изменений, можно поругаться, можно порадоваться, что тебе там сильно хочется, я не знаю. И мы с тобой увидимся в следующем видео, давай, все, пока!